Всем привет, с вами Леар, и мы играем в Легион ТД. Кстати, у меня такой пик, что я могу пойти на мид, а могу и не пойти, ведь у меня есть и другие прекрасные юниты. Например, водяные. Или те же гоблины, которых потом можно улучшить до мутантов. Три на четыре? А, нет, четыре на четыре. Я уж испугался, ё-моё. Я уж испугался. Давайте-ка пойдём через водяных. Давайте-ка лучше пойдём через водяных. Медицинмен у нас тем более есть. Так почему бы так не сделать? Так, значит, делаем одного здесь. Одного здесь. Так. Одного здесь. Тут. Ну и по идее всё. По идее, этого должно хватить. И мы делаем просто виспа. Столько юнитов должно хватить, чтобы уничтожить крабиков. Так, что он делает? Он делает зачем-то этого гиганта. На миду у нас никого нет, хотя я мог. Он мог, по идее, ну, он тоже, можно сказать, мог через этих пойти. У меня вообще, скажем так, шикарный пик. Все вот эти вот юниты меня устраивают. Розовый. Розовый через мид не мог. Он пошёл через тускарцу. А я вполне справляюсь. Благодаря своим водяным. Всё, окей, всё зашибись. Он, если на второй волне не поставит какого-нибудь юнита, ну, жёлтый, не поставит, допустим... Ну, конечно, лаги. Лаги, баги, как же без лагеров? Он, допустим, если они поставят вот эту тень, или хотя бы двух гоблинов, то он на второй волне будет уже проигрывать. Хермит не помогает, когда... Вот такие вот драконы есть. Спавну драгон. Хермит помогает, если есть кони. Такие кони, как у меня. Только так. Давайте строим одного этого. Сразу же его построим, и всё. Пускай стоит. По идее, тут спереди надо было построить какого-нибудь танчущего юнита. Типа этого. Но так я мог бы ещё двух водяных построить. Но я потом их сделаю. Потом. Я сделаю их потом. Мне улучшать-то их как бы особо не надо. Они будут... ХП 575. Зато будет сильная атака. Это уже потом, в дальнейшем. Это уже в дальнейшем. Так, вот он додумался построить. Хорошо, что он это сделал. И он тоже сделал хотя бы одного юнита. У него рыцари и тускарцы. Я бы на его месте всё же строил, знаете, не тускарцев, а допустим, лучниц. А вот я, кстати, могу протечь. Если он у меня плохо будет хилять, я буду протекать. Да не, я выстаю. Тут просто нельзя протечь. Тут просто нельзя протечь. Это хорошее сочетание. Эти водяные и вот этот вот юнит. Если я поставлю кого-нибудь танчущего, например, сейчас мне хватит денег на медведя, что маловероятно он 195 стоит. Или на этого юнита. Его, кстати, можно вначале построить. Если сейчас на всё это денег хватит. 195, видите, я могу одного такого поставить. Вот, ну вот здесь, допустим, да. Вот тут мы его воткнём. Пускай тут стоит. И он как бы будет танковать. Сейчас пойдёт такая волна скорпионов. И скорпионы в основном будут бить его в самом начале. Хотя можно даже двух таких воткнуть. Но они слабенькие у них. Хотя нет. Не особо-то они слабенькие. Не особо-то они слабенькие. Вот он тоже воткнул кучу юнитов. Потому что знает, что волна третья очень опасная. А этот всё тускарца вклепает. Тускарцы, они такие уж и сильные. Честно говоря. У него какая-то странная методика. Да, они первые 10 полон, допустим, сдерживают. Но дальше-то что? Вот видите, он пока что танкует. А потом уже они бегут к нашим. И сейчас наш этот медицинмен будет хилять. Давайте создадим хотя бы ещё одного виспа. А то... Что я как бомж всего-то с двумя? Ну вот видите, трое уже мертвы. Ну не трое. Да, трое, если считать ещё этого футмена. По идее, тролль справится. Хотя нет-нет, тролль не успеет. Это же не улучшенный тролль. Одной тычки не хватило. Вот теперь мы можем себе позволить этого медведя. Которого потом улучшим. Угожи. Его мы тоже поставим как в колечко. Ну так же, как и здесь окружим. А либо его сразу же можно поставить в конце. Позади нашего этого лечащего шамана. Чтобы как бы аура... Аура доспехов сохранялась. На какое-то время. Вы же понимаете о чём я? То есть если этого медведя улучшить... То потом будет аура. Так, давайте вот... Давайте вот здесь вот его построим. Построим его вот здесь. И здесь ещё кого-то воткнём. Здесь будет у нас второе колечко. Мы кольцами будем играть. Будем играть за счёт колечек. Здесь возможно будет третье колечко. Я ещё не уверен. Третье колечко с танкующими юнитами. Ну как-то так. Как-то так. Раз. Два. И три. Только как тут теперь построить-то я даже не знаю. Просто я так понавтыкал. Хотя его можно вот так воткнуть. Тут ещё, тут, тут, тут. Не, это как-то будет в разброс. Слишком в разброс. По идее мне надо делать ещё водяных. Но я и так хорошо справляюсь. За счёт чего-то, за счёт того, что у меня есть лечащий парень. И танкующие. Если бы у меня были чисто водяные, меня бы возможно выносили. У меня, видите, такая система игры. Немного продуманная. Не всё водяные, как это делают другие игроки. А более продуманные. Давайте улучшение на дерево, чтобы лучше дерево добывалось. Они какого-то... А. Дэнко. Они выкидывают одного персонажа своего. Дэнко. Видимо, он и протекает. Видимо, он всё это время протекал. Хотя нет. На третьей волне вроде бы протекал кто-то с этой стороны. У них вот тоже водяные есть. Океанусы это у красных. У красного игрока. Так. На улучшение мне совсем чуть-чуть не хватает. На улучшение этого тоже не хватает. Но предлагаю одного океануса улучшить. Например, этого. Пускай они у меня будут улучшены. Но зато они будут хорошо дамажить. А. Ну. Всё понятно. Эта надпись говорит сама за себя. Теперь понятно, почему он протекает. Ну, хотя, если он даже не играл на этом боте, это не факт, что он не умеет играть в эту игру. Знаете, как же бывает? Тут, по идее, очень много серверов. Очень много серверов и очень много хостов. Ну, таких бот-хостов. С этими картами. Так что он, допустим, играл на другом боте. Играл в другой руме. В руме Галены. Если вы понимаете, о чём я. А если он играл, допустим, не играл на этой, это ещё ничего не значит, что он не умеет играть. Сейчас я, возможно, протеку, а, возможно, не протеку. Видите, как получилось то, что часть бьёт моего медведя, а часть отвлекалась на океанусов. На океануса в основном, потому что он сильно продамаженный. Скажем так, распределили урон. У этих же всё не так. Этих же вообще поглощают, убивают. Ооо, как же они сильно протекают. Это всё Дэнко, видимо. Это он людям игру портит. Давайте ещё одного виспа. Пока у нас с этими всё хорошо, пока мы никого не пропускаем. Давайте виспо встроить. Мы не будем копить деньги на какого-то сильного юнита, например, на коня. Это нам пока что не надо. Хотя вот этого я бы построил. У него жизни, во-первых, много, и он будет ещё лучше танчить. Давайте его сделаем, действительно. Потом ещё вот этого океануса. Именно этого. Не этого, а этого. Почему? Потому что вы сами видели. Когда подходят враги, они окружают как бы вот этих двух. И с этой стороны ещё заходят. Значит, нужно улучшить ещё этого. Чтобы он был... Ну, побольше хп было. 575. А то 200 хп, так враги быстро этого убивают. Вот этих двух, честно говоря. И всё. Если хп у этих двоих будет побольше, то они больше продержатся. И я так не буду терять юнитов. Вот сами смотрите. Они сейчас нас просто окружат. Вот здесь и зайдут с этой стороны. Ну, хотя это големы, они медленно ходят. Были бы это статиры, они бы уже давно сюда подошли. Ну да, вот видите, они заходят с этой стороны. И как бы бьют по этим океанусам моим. Давайте спросим, 7 или 8. 7 или 8. Такой стандартный вопрос. Ну, окей. Надеюсь, я успел кинуть. Да, успел. А то чуть не опоздал. Чуть не потерял. Хотя, по идее, надо было его улучшить, но нет. Он не так полезен, как, допустим, полезен океанус, который тоже сейчас примет на себя удар. Целая куча динозавров. А нафига нам динозавры? Это странно. Я бы лучше построил командера. Ну, который ауру дает на атаку. Лучше его, я думаю. Чем динозавра. Он, конечно, послабее. Хотя... У него защита фортифай, то есть его фиг убьешь. Командер все-таки лучше, чем Дина. Вот сейчас серьезно будет. Вот видите, то, о чем я говорил. Они окружают, как бы, и с этой стороны подходят. Начинают дамажить моего. То есть надо, как бы, уже океанусов улучшать. А то они грызут моих просто, вот. Вот сейчас я не продержался за счет того, что у меня было мало океанусов. Было бы хотя бы два еще. То, возможно, я бы их победил. Но зато у врагов такая же проблема. 42 на 21. 42 на 21. Это печально. Ну, в принципе, мы выиграли. Это очень быстрая катка. Если, конечно, они не отобьются от всего этого. Может и отобьются. У них волна. Не, они не отобьются. Была бы горелка или стан. Еще могли бы. А с волной очень трудно это сделать. Наши пока что тут дерутся. Но либо у нас один сатир прошел, либо у них все. Они потеряют, короче, две или три жизни. Ну, две. Вот два хп у них осталось. Этот хп, который сейчас у короля, они, скорее всего, не потеряют. Он волну пустит в эту сторону сейчас. В командера. Как-то странно убьет. Убьет он в натуре. Лучше бы он командера убивал. Потому что он все-таки дает ауру. Ну, либо он специально так играет, чтобы проиграть. Все-таки выгоднее убивать того, кто дает ауру. Допустим, защитную или... Ауру атаки. А он что-то не того бьет. Он бьет что-то не того. А, чувак. Харе. Харе лагать. Так, этих двух улучшаем. Как вы видели. Первым вот в эту сторону вышел вот этот океанус. Ну, вернее, вот этот вот акваспирит. Который еще был не улучшенным. И его убили первым. Значит, улучшаем его тоже. Надо, короче, ставить их так, чтобы урон распределялся по всем. Летающий. Окей. Тоже кинем. Хотя нет, давайте лучше красного орка. Так, ну, что-то он понаставил. И тех, и этих понаставил. Вот у него куча тускарцев. Они, конечно, хорошо дамажат. Такие цели, как... Ну, одиночные, допустим. Большие одиночные цели, но... Но... Потом-то они не особо хорошие будут. Это пока... Ливнул. Парень, ливнул. Не выдержал и ливнул. Вот настолько вот суровая эта игра, что заставляет людей ливать. Людей, которые первый раз играют на этом боте. Крабгейм. Ну, крабгейм хорошо держится. Тут, знаете, еще значки вот. Ливер, крабгейм. Да-а-а-а, господи. Надо еще значок лагер сделать. Который постоянно лагает и глючит. Вот такого вот значка тут не хватает. Ну, они, по идее, все это отобьют. Это отбить вот этими ребятами все на изи. Это все на изи. Так, можно уже вот этого, по идее, создать. А можно... Ну, варчифов можно не делать. Они вообще бесполезны сейчас будут. Разве что в конце, когда я буду их превращать в траллов. Я-то думал, игра надолго затянется. Типа еще одного сюда поставлю вот так. Потом этого, допустим, вот здесь поставлю. Ну, вот тут вот. Все оказалось совсем по-другому. Все оказалось легче легкого. 3 на 4. В игре 3 на 4, я уже говорил в прошлых видео. В игре 3 на 4 всегда четверка побеждает. Потому что у них больше дерева. А в игре 2 на 4, скорее всего, побеждает двойка. Потому что на них прет меньше крипов. Ну, хотя, если на них кинут, там, с каждой стороны по 3 демона, то эта двойка, естественно, проиграет. А-а-а! Лагающие ублюдки. Что ж вы так жестко лагаете-то? А, я понял, они нервничают. Они переживают. Они думают дернуть за шнур или не дернуть за шнур интернета? Так как минус 1? Тут уж минус 2. Минус 2. У них уже просто голубой ливнул. Сейчас будет второй. Ну, видите, мы, по идее, его можем это выкинуть. Если я... Если еще двое игроков это нажмут, он отключится. Норм пик, все ливают. Да, действительно. Да какой РМК? Нафиг этот РМК. Красный за РМК голосует. Давайте уж до конца играть. Девятая волна, а не РМК. Давайте уж до конца. Давайте динозавров кинем. РМК на девятой волне. Офигеть. Лучше пишите FF. Интересно, зачем они кидают командора на девятой волне? Девятая волна, она такая офиговая. Ну, по идее, обычные зомби. Которые... В основном не пробивают. Это все равно, что на одиннадцатой волне кидать. По-моему, восьмая и одиннадцатая волна это самые непробиваемые. На которых никто никогда не кидает. РМК. Пишет он. Ну да. Да нет, нет. Какой РМК? РМК... РМК после четвертой волны уже никто не делает, по идее. Ну просто это глупо. Нафига мы тогда играли, если они вот сейчас пишут РМК. РМК это ничья, если кто-то не знает. То есть победа не зачитается ни нам, ни им. Пускай они ФФ пишут и сдаются тогда уж. Да, я понимаю, это нечестно. В том плане, что победа незаконная. Построим еще одного. Еще одного построим. И все хорошо. Потом их тоже надо будет улучшить. Вот целая толпа этих... Стойте, я еще не кинул. Ооо, я еще не успел кинуть. Все, кинул. Ну, с этим-то мы разберемся. По идее, должны. Смотрим, как работают тускарцы. Вот видите, они в одиночную цель очень хорошо кидают. И эта цель очень тупит. Ну, не тупит. У них просто... Скорость атаки нас очень сильно снижает. Видели? Видели? Очень низко написано. Сильно снижается скорость атаки. Нет, мы не смогли с этим разобраться. Мы не смогли с этим разобраться. Были бы, кстати, крипы, мы бы скорее разобрались. Знаете почему? Потому что... Ну, крипы, в смысле, если бы они кого-то нам кинули больше, чем одного милития, То есть, больше, чем одного вот этого парня, мы бы скорее разобрались. Потому что наши бы отскоки от наших ударов вот так вот пошли-пошли и сразу бы попали на этих. Возможно, так бы мы нанесли больше урона. Если бы вот наши удары в первого крипа попали, потом во второго, в третьего, так. И тогда бы уже в этих, в длинеев. А так мы сразу стали длинеев бить. А длинеев стали бить нас. Ну, всё, это ГГ. Да не, это слишком короткая игра. Вы шутите. Это слишком короткая игра. Он, видите, даже специально бьёт этого. Хотя нет. Я думал, он специально бьёт этого, чтобы с крие проиграть. Давайте просто сыграем ещё раз, а то это какое-то будет неполноценное видео, неполноценная игра. Ну, с вами был Ляр, и сейчас я сыграю ещё раз. Субтитры сделал DimaTorzok